Первые шаги в исследовательскую и проектную деятельность ученики начальных классов делают под чутким руководством своих наставников. В роли научных руководителей выступают педагоги и родители. Волнение у взрослых не меньше, чем у ребят. Томительное ожидание, в своей очереди, в коридорах второй гимназии. И вот наступает тот долгожданный момент, к которому готовились не один месяц. У первоклассников это скорее, конечно, носит характер соавторства, помощи, поддержки на начальных этапах работы, потому что они впервые к нам приходят. Здесь помощь родителей, наверное, на мой взгляд, более существенна. Детки постарше воспринимают, я думаю, родителей больше как опору и психологическую поддержку. Кристина Овсянникова преподает химию в 10-й школе. На конференции она выступила в качестве научного руководителя и эксперта. В исследовании ученица третьего класса Кати Макушиной. Девочкой заинтересовалась тематикой, тесно связанной с химией. Она уже познает азы химии. Казалось бы, химия такой тяжелый предмет, но она ее сейчас химией рассматривала, как-то не боясь, может, с игровой какой-то точки зрения. Катя решила выяснить, как газировка влияет на организм человека. Опытным путем девочка проверила, сколько сахара содержится в бутылке лимонада и чем этот популярный напиток может оказаться вредным для здоровья. Я люблю газировку, и я хотела узнать, ренан или здоровье, или нет. Я посмотрела ролики и сказала, что это очень вредно. А я не поверила и решила узнать, правда это или ложь. Организаторы отмечают, что у юных исследователей возрос интерес к социальному проектированию. Младшие школьники все чаще стали интересоваться темой помощи бездомным животным, организацией акций социальной направленности. Не остается в стороне и православная тематика. В первую очередь это большой опыт публичных выступлений, которые они получают на конференции. Они пробуют свои силы, выступают перед аудиторией, обучаются отвечать на вопросы, как участников, так и членов жюри. Они продумывают свои выступления, у них складывается более тесный контакт с родителями, с научным руководителем. Они учатся навыкам учебного сотрудничества со взрослым, не говоря уже о каких-то исследовательских навыках. По итогам конференции были выбраны победители и призеры в каждой секции. Самые юные участники первоклашки. Получили именные грамоты и призы зрительских симпатий. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.